Задания ЕГЭ и АГЭ могут стать индивидуальными, пишут СМИ. Задания ЕГЭ и АГЭ могут стать индивидуальными, пишут СМИ. 6.50 РИА Новости, Александр Крыжев. Диск с заданиями Единого государственного экзамена. РИА Новости, Александр Крыжев. Диск с заданиями Единого государственного экзамена. Архивное фото. Москва, 19 июня РИА Новости. Варианты задания ЕГЭ и АГЭ планируют сделать индивидуальными, пишут известия со ссылкой на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Тезис о переводе ГАС-экзаменов в компьютерную форму входит в число основных задач, зафиксированных в докладе и направленных на совершенствование и развитие общего образования, отмечает издание. Это, в свою очередь, сделает возможным автоматическое генерирование индивидуальных вариантов контрольно-измерительных материалов. 17 июня, 9-11. Более 80 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервные сроки основного периода. Новые правила поспособствуют решению проблемы со списыванием на экзаменах, а также уменьшат число критиков подобной формы аттестации, пишут известия. Кроме того, схожие технологии могут применяться и при проведении школьных олимпиад, указывает издание. На данный момент ЕГЭ и АГЭ сдаются письменно на бланке, заполняемом черной гелевой ручкой. После написания работы бланки сканируются, при этом тестовую часть проверяет компьютер, а развернуты ответы эксперты. Основный период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня. 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору общества знания прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня. Они завершили сдачу ЕГЭ в основный период. Резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособорнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек. Вчера, 21.17 Рособорнадзор проверил работы астраханских учеников, получивший ноль за ЕГЭ. Редактор субтитров А.Семкин